Добрый день, друзья! На связи Рина Кинганида с рассказами об Америке. И сегодняшнее мое видео я хотела бы сделать такой своеобразный ответ на вопросы, которые задают мне мои читатели. А вопрос был следующим. Рина, первое. Имеет ли право женщина, приехавшая по К1 сразу, а не после официального оформления брака, идти на курсы вождения? Второе. Чтобы учить английский в каком-то заведении, нужно ехать на машине, то есть нужны права. Чтобы сдать на права, нужно знать язык. Прям курица и яйцо. Так с чего начинать? Какой нужен уровень языка, чтобы сдать экзамены и получить права для самостоятельного вождения без мужчины рядом? Спасибо! Ну что ж, давайте с вами разбираться относительно водительских прав и визы К1. Виза К1, если кто-то не знает, я могу пояснить, что это виза невесты, когда вы приезжаете к своему мужчине сюда в Америку. Вы получаете эту визу на 90 дней. В течение этих 90 дней вы должны либо выйти замуж, оформить отношения, либо уже уехать домой. Когда вы оформляете отношения, вернее, когда вы уже оформили отношения, вы подаете с вашим мужем уже на грин-карту вам. И когда вы получаете грин-карту, то есть вы уже получаетесь постоянный резидент, и вы можете уже там сдавать на права и прочее. Давайте с вами вначале начнем о транспорте. Я живу во Флориде, в городе Тампа. В нашем городе есть городской транспорт. Не во всех городах, особенно если это небольшие города, городской транспорт есть. То есть у меня как раз еще хорошо, что недалеко от дома есть такая небольшая транспортная развязка, где совершенно вполне достаточно для того, чтобы я как-то перемещалась по городу. Первое время мой муж считал, что это как-то западло, там в автобусе ехать. Тем не менее, я узнала эти маршруты, я посмотрела, взяла карты этих маршрутов, узнала условия, узнала расписание, потому что все автобусы в США, они ездят по расписанию. Вы к этому расписанию подходите на остановку, ждете минут 1, 2, 3, 5, 7, и автобус обязательно приходит. Кроме этого, не сбрасывайте, пожалуйста, со счетов такие средства передвижения, как велосипед, такие средства передвижения, как скутер. Но, вот если мы с вами будем говорить о вождении, вот здесь могу сказать вам следующее. Если у вас на родине были права на вождение автомобиля, вы совершенно спокойно можете в ГАИ перед своим отъездом сделать международный аналог вот этих прав. И по закону вы имеете право с этими правами ездить на территории США, по-моему, 6 месяцев. Но на деле, вот когда вы приехали, когда вы там ездите, когда эти 6 месяцев пройдут, никто обычно на это внимание не обращает. Поэтому вы совершенно можете спокойно с этими правами, но по правилам Соединенных Штатов Америки, ездить хоть с первого дня пребывания в Америке. Если вам это нужно для того, чтобы ехать, ездить на какие-то курсы английского языка, что это действительно правильное решение, но вы можете это делать, заодно попутно вы будете учить правила дорожного движения. Могу сказать, что вот здесь вот в Америке, по крайней мере вот в нашей округе, правила дорожного движения, они не такие сложные. Многие вещи прям написаны по-английски, чтобы, то есть не знак, а прям табличка, чтобы ты читал и понимал вообще, что делать. Заодно вы будете учить, как бы, правила движения ездить. Чтобы, о чем, если мы будем говорить о том, как сдавать, да, сдавать вы можете на английском языке, и вы сдавать можете правила с переводчиком на русском языке. Я, например, этим не воспользовалась, потому что не так сложно выучить эти правила. Эти правила, вот для себя я решала так, что эти правила учат дети в школе, когда им исполняется 15 лет. Американские дети в американской школе. Ну, неужели я не в состоянии выучить эти правила? Я учила эти правила, да, на английском языке. Вначале все переводила, потом уже вот, когда повторяла, просто запоминала правильный ответ. Ничего сложного в этом для себя я не считаю. Потому что, как мне говорил муж, ты будешь ездить по английским правилам, да, то есть будь любезна, читай, не надо никакого переводчика, чтобы он тебе переводил. Но в каждом штате, вот есть все-таки свои нюансы правил дорожного движения. Поэтому, прежде чем как бы смело ехать там по дорогам другого штата, посмотрите, в чем разница в правилах дорожного движения. Она существует. Например, когда у меня подруга приехала из Нью-Хэмпшира и ехала здесь по дороге, здесь по дороге существует такое правило. Остановился школьный автобус, с левой стороны, с левой стенки школьного автобуса вот так вываливаются два знака стоп. Все движение, которое с этой стороны и даже движение с той стороны в некоторых случаях встречное останавливается. Она этого не знала. В Нью-Хэмпшире этого правила нет. Она объезжает школьный автобус и едет. А это, по-моему, это из 12 допустимых пунктов, очков, как бы, да, это 6 за год. То есть это достаточно солидный штраф, если бы ее поймали. Еще один вопрос. Вот почему я говорю, что вы можете смело ездить, вот если вы умеете, если вы не нарушаете никаких правил дорожного движения, вы можете смело ездить по дорогам с нашими, с вашими отечественными правами, как бы, заточенными под международный образец. Потому что вот за все время, которое я ездила с Джоном, за те три года, которые я здесь живу, за тот подпоследний год, который я езжу сама, нас не останавливали ни разу. То есть если вы не нарушили никаких правил дорожного движения, если у вас нет никакого нарушения, полиция не имеет права вас остановить. По крайней мере, вот такую вот собственную статистику, такие собственные наблюдения я могу вам рассказать и могу с ними поделиться. Относительно английского языка, да, я с вами совершенно согласна. Учить его надо и желательно учить его с первого дня. И я желаю вам всяческих успехов и на дорогах Флорида, штата Флорида, и на курсах по изучению английского языка. С вами была Арина Пхентанида. Пока-пока!